С тобой покончено. Твоя игра окончена. Всё кончено. Отвечай, не стесняйся. Ну, я... Не стесняйся. Ну, да, когда я был в Газе, я стрелял в джихадистов. Да, да. Да, ты стрелял. Он расстреливал невинных людей, идущих на границу. Подожди. Которые шли на границу. За что? За что? За камнем. Теперь позвольте мне сказать это прямо здесь. Этот парень самый большой террорист на свете. Слушай меня внимательно, Ави. Ави. С той же настойчивостью, с какой ты возражаешь против Корана и Хадиса. Потому что... Это то, что ты бы назвал жестокими аятами. И мы не согласны с этим. В Коране есть жестокие аяты. Я хочу, чтобы ты использовал тот же стандарт, чтобы осуждать Библию и Ветхий Завет. Нет. Но разве это несправедливо? Нет, это несправедливо. Он атеист. Да, он атеист. Я скажу тебе, почему это несправедливо. Хорошо. Потому что ты не увидишь, чтобы евреи убивали евреев, или евреи убивали мусульман во имя Торы. Это просто мусульмане, нападающие на евреев каждый раз, когда по всему миру происходит нападение джихадистов. Хорошо. Давай сейчас разберем. Ави. Ави. А потом евреев переведут на сторону. Ави. Спасибо. Я понимаю, что ты говоришь. Ави. Я ценю, откуда ты родом. Но есть две важные проблемы. Одна из них заключается в том, что по данным статистике, мусульмане составляют около 1,8 миллиарда человек. Это означает около четверти населения Земли. И по их мнению, в 2100 году одна треть населения мира будут мусульманами. То есть каждый третий человек в мире будет мусульманином. Хорошо, что ты... Хорошо, скажи мне. Позволь мне просто изложить суть, чтобы ты понял. Теперь. Евреи составляют максимум около 30 миллионов человек. Меньше. Может быть 20 миллионов. То есть можно сказать, что только в одном Каире людей больше. Избранные люди. То есть теперь ты возвращаешься к Писанию. Избранные люди. Нет проблем. В любом случае, в одном Каире людей больше, чем евреев во всем мире. Да. Так что это ошибочное сравнение. Потому что если бы у вас было больше людей... Подожди, что ты сказал? А, я понял, да. Да, около 20 миллионов человек в Каире. Просто я говорю, это ложное сравнение. Потому что если они... Сказать, почему это не ложное сравнение? Позволь мне подчеркнуть суть, а затем ты сможешь вернуться. Если у тебя есть 2 миллиарда человек, 2 миллиарда человек против 20 миллионов, ты определенно получишь большее насилие от 2 миллиардов, какой бы веры они не придерживались. Хорошо, позволь мне изложить это тебе. Да. Давай договоримся о цифрах, о процентах от 2 миллиардов. Сколько джихадистов в процентном соотношении? Дай мне цифру. Извини, я не могу дать тебе этого. Я не знаю. Допустим, 1%. Нет проблем. Не имеет значения. Моя точка зрения не меняется. Ладно, давай лучше реальную статистику. Я хочу сказать, что значение имеет неваловое число. Да. Дело в том, что ни в одной другой религии нет такого процента убийств и нападений на других людей во имя религии. Каков твой источник? Есть фундаментальная проблема. Ави, какой у тебя источник? Какие доказательства у тебя есть для этого? Для чего? Для твоего утверждения, которое ты выдвинул. Потому что я могу предоставить тебе контрдоказательства. Просто жизнь. Нет, нет, Ави. Я скажу тебе, что это не академический способ делать утверждения. Ави, мне не нужно, чтобы ты давал мне академические знания. Не отвлекайся, хорошо? Я ясно выражаюсь. Всё, что я говорю. Я услышал твою точку зрения. Хорошо говорим. Пусть Ави выскажет свою точку зрения. Вперёд, продолжай. Я понимаю, что мусульман гораздо больше, чем евреев. Мы это понимаем. Нет проблем. Да. И очевидно, что из-за количества таких случаев будет гораздо больше. Но процент на душу населения? Могу я возразить тебе. Процент на душу населения? Да. Потому что нет фундаментальной вещи, которая учит любую другую религию убивать. Нет проблем. Ави, я скажу тебе кое-что, хорошо? Если ты посмотришь на книгу чисел, глава 31, стих 18 и стих 32, то станет совершенно ясно, что Моисею дано очень ясное повеление пойти в селение и взять Хананеев да пойти в селение нет-нет, если бы Хананеи были сегодня и взять две тысячи девушек-дефстенец и сделать из них рабыни и так далее да очень исламские копии да они предшествовали исламу может быть это было наоборот нет проблем то, что я говорю тебе не следует ли тебя вырвать и это из Библии нет, если это исторически сложилось, я осуждаю это но это приказ, это повеление от Бога согласно евреям и так, если бы сегодня были Хананеи и Амалекатяне ты говоришь о Амалекатянах, да? нет, это были Хананеи если бы они существовали сегодня и евреи нападали на них я был бы впереди и осуждал их мне нравится это хорошо позволь вернуться и ее это не имеет значения, потому что их нет я ценю это и ты чертовски высокий, и это раздражает нет проблем, Ави я возвращаюсь к социальной экстраполяции с точки зрения необработанных данных хорошо необработанные данные, которые мы имеем перед тобой с точки зрения необработанных данных ты смешной нет, это ты смешной ты заплатил за это кофе? Ави, соберись ты можешь продолжить со мной? Ави Али, пожалуйста что касается необработанных данных, которые мы имеем перед собой По словам Роберта Пейпа, написавшего книгу «Умереть, чтобы победить», если посмотреть на период с 1980 года до, если я правильно помню, 2003 года, это был 20-летний период. Да, он провёл исследования. И с точки зрения учёных-академиков, это, вероятно, самое точное исследование террористов-смертников в современный период. И он сказал, что с точки зрения соотношения группы людей, номер один совершившие теракты смертники были тамильские тигры. Это его открытие, хорошо? В каких годах это было? Извини. В какие годы? А, он исследовал с 1980 года по 2003 год. То есть примерно 25 лет. Да. Итак, он исследовал этот период времени. То есть очевидно, что до и после 9-11. Итак, суть в том, что когда мы смотрим на академические данные, они не подтверждают твои утверждения. Нет, подтверждают, потому что тамильские тигры... Я осуждаю любое... Авиа, ты знаешь, что я сделал с тобой сегодня? Подожди. Хорошо, продолжай. Но тамильские тигры находятся в особой зоне боевых действий. Ислам же... То есть ты согласен с убийством невинных? Нет, я осуждаю это. Нет проблем. Но причиной того, почему вы не видите, чтобы я защищал дело Томилов? Потому что факт в том, что они не представляют угрозы для нас здесь, на Западе. То есть твое внимание сосредоточено только на том, что представляет угрозу Западу? Потому что ваша религия призывает... Нет-нет, Авиа. Фундаментальной основой этого является исламский халифат во всём мире. Хорошо. Вы все верите, что однажды... Но это твоя интерпретация этого. Ты отрицаешь это? Да, я отрицаю это. И я не думаю, что это фундаментальная вещь. Я знаю Коран. Подожди, подожди. Извини. Хорошо, не фундаментальная. Но ты веришь? Нет, я верю, что фундаментальное послание ислама. Нет, забудь слово «фундаментальное». Потому что оно мне не нравится. Я вижу, что ты делаешь. Да-да, я скажу тебе ясно, хорошо? Я скажу тебе ясно. Я скажу тебе ясно. Я скажу тебе ясно. В Коране нет конкретных указаний. И я позволю любому опровергнуть меня. В Коране нет конкретного указания, предписывающего обычному мирянину-мусульманину основывать халифат. И ты можешь показать мне обратное. Итак, то, о чём я спрашиваю тебя... Нет, ты сделал утверждение. Хорошо, то есть ты отрицаешь эту идею, что... Да, я отрицаю. Что в исламе вам нужен всемирный халифат. Нет, я этого не отрицаю. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Извини. Я не отрицаю существование халифата исторически. Нет, нет. Или необходимость в нём. Или необходимость в нём. Или преимущество в нём. Подожди. Я никогда не говорил, что в Коране написано, что ты должен... Нет, ты сказал призывает. Один из... Я не буду использовать слово фундаментальный. Какую идею ты пытаешься донести? Одна из вещей в исламе заключается в том, чтобы сделать... Каждый должен играть активную роль... Кто это говорит? Кто это говорит? Ты звучишь как хейзбут-тахрир. Я имею в виду каждого мусульманина? Вот что должен делать каждый мусульманин. Вот что я скажу тебе, хорошо? Я скажу тебе. В общем говоря, во-первых, моя предпосылка — это не философский либерализм. Если ты думаешь, что есть некоторые вещи... Потому что ты сам сказал это. Что ты веришь в западное иудо-христианское... Ты использовал слово «западную» философскую структуру. Я же не верю в это. Я верю в то, что... Почему ты живёшь здесь? Нет, мне не нужно в это верить, чтобы жить здесь. Подожди, подожди. Извини. Позволь мне его поправить. Позволь мне его поправить. Да, Авиа. Согласно твоему либерализму, я могу верить во что хочу, лишь бы не причинял тебе вреда. Знаешь, что мне нравится в этом? Это то, что вы можете использовать западные идеалы. Да, и что? Чтобы оправдать. И что? Это просто немыслимо. Слушай, Авиа. Без проблем. Я должен сказать тебе, если ты настоящий либерал, хорошо? Я не настоящий либерал. Кем бы ты ни был, мне всё равно. Если ты веришь в философский либерализм, какова твоя основа? Из чего ты исходишь? С кем я говорю? Мне кажется, если ты живёшь на Западе, прими западные ценности. Что ж, насколько я понимаю, западные ценности – это либерализм. Ладно, хорошо. Слушай, что я скажу. Это моё последнее утверждение. И я позволю Али позаботиться о тебе. Я скажу тебе следующее. Подожди. Я скажу тебе, что если ты собираешься говорить со мной на философском уровне, и хочешь увидеть, какие части Корана нам следует цитировать, или выводить, в кавычках, всё, то, что меня интересует, то, что меня интересует в моём дискурсе, хорошо? Это заявления и вопросы, которые имеют убедительные опровергающие последствия, хорошо? Если у тебя ничего нет, потому что всё, что ты делаешь сейчас, это применяешь либерально-западные оценочные суждения, и просто говоришь «мне это не нравится». Я думаю, что ты должен осуждать насилие, это что-то основополагающее. Честно говоря, я не согласен с тобой в этом вопросе. Но вот что я скажу тебе. Если у тебя нет достоверной базы опровержения, дело вот в чём. Я думаю, что тебе следует встать. И я ценю две вещи, которые ты сделал сегодня, хорошо? Ты осудил некоторые части Ветхого Завета, основываясь на своём представлении о морали. Это хорошо. И ты осудил отдельные части Библии. И ты сказал, что это касается всего Писания. Вот что я думаю, тебе следует сделать. Мой тебе совет. Если ты хочешь применять морально-последовательные сандарты, да, ты должен быть настолько же активным в осуждении библейских висаний, как и в осуждении Корана. И я хочу увидеть это изменение. В тот момент, когда евреи начнут направлять самолёты на здания, я с тобой. Хорошо, без проблем. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Да, мне нужно это сказать. Потому что, когда я впервые поймал Томми Робинсона, я впервые увидел его на Мэдисон Сквер. Я думал, что это был его сын. Он шёл впереди. И он был вот таким большим. Да, да, это хороший боткол. Указывать на его рост – это оригинально. Нет, нет. Это оригинально. Нет, нет, я буду честен. Я думал, он выше. Это оригинально. Да, хорошо. Это ты, Ави Йеменский? Да, это я. Хорошо. Можно приблизить камеру, пожалуйста? Это тот самый парень, который написал, когда выстрелили палестинскому ребёнку в лицо, он сказал «хороший выстрел». Это тот самый парень. Это тот же парень, верно? Это не ребёнок. Хорошо. Я поддерживаю стрельбу в лицо джихадистов. Послушай, окей, окей. Я стрелял им в лицо, и знаете что? Ладно. И я стрелял им в сердце. Хорошо, хорошо, хорошо. Хороший джихадист – это мёртвый джихадист. Это хорошее начало. Это хорошее начало. Секунду, секунду. А что насчёт израильских террористов? Нет, нет. Брат, брат, подожди. Будь мирным. Брат, 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 прошу, подожди. Позволь мне закончить. Брат, позволь мне закончить. Итак, что мы определяем как джихадист? Хорошо. Он сказал, что хочет, чтобы каждый джихадист был застрелен. Хорошо. Как ты определяешь, кто джихадист? Как мы определяем, кто джихадист? Да, каково определение джихадиста? Определение в шариате – насильственный джихадист – это другой вид джихада. Хорошо. Насильственный джихадист – это тот, кто собирается сражаться с неверующими ради создания и установления исламского халифата. «Хорошо. Нет, он создаёт проблемы. Он создаёт проблемы. Нет, прости, брат, ты не помогаешь. Ты совсем не помогаешь. Мы пытаемся говорить здесь. Позволь мне поговорить. Ты выглядишь как Курд. Я Курд. Но, брат, позволь мне говорить. Позволь мне говорить. Лучший расизм — это исламский расизм. Ты похож на Курда, и ему это не нравится, потому что ты похож на Курда. Он использует это, чтобы перевести тему. Хорошо. Как ты определяешь джихадистов? Да, кто такие джихадисты? Брат, пожалуйста, пожалуйста. Если каждый будет говорить с ним, я просто уйду. Я только что объяснил это. Слушай, ещё один раз, пожалуйста. Это для канала Али Дауа. Хорошо. Что за канал Али Дауа? Не волнуйся, ты узнаешь это сегодня вечером. Теперь скажи мне, каково определение джихадиста? Как я сказал минуту назад, джихадист, ну, насильственный джихадист, это тот, кто сражается с неверующими, чтобы создать исламский халифат. Как, как... Брат, если ты продолжишь это делать, я просто уйду. Как это говорится в законах шариата, то есть шариат. Хорошо. Ты можешь показать мне какой-либо стих? Итак, этот парень, этот парень, этот парень, ты отрицаешь джихад? Дай мне закончить. С тобой покончено. Твоя игра окончена. Всё кончено. Ты поймал меня, как Томми Робинсона. Теперь это другая игра. Хорошо. Этот парень, он утверждает, что этот парень джихадист. Знаете, этот парнишка и эти люди, они бросают камни. Вы знаете камни? Вы раньше видели камни? И большинство из них дети. Итак, этот сторонник террористов? Вы были на той границе? Я их не поддерживаю, я боролся за них. Сестра, подожди. Я был на границе, я стрелял там в этих джихадистов. Потому что ты террорист. Ты террорист. Слушай, слушай, слушай. Но они ведь дети. Слушай, сестра. Они дети. Что, дети? Это не дети. Сестра, подожди. Это не ребёнок, это не ребёнок. Им не больше шестнадцати. Шестнадцатилетий может быть террористом. Слушай, слушай. Ты стрелял в таких людей, как этот парнишка? Отвечай, не стесняйся. Ну, я... Не стесняйся. Ну, да, когда я был в Газе, я стрелял в джихадистов. Да, да. Да, ты стрелял. Он расстреливал невинных людей, идущих на границу. Подожди. Которые шли на границу. За что? За что? За камнем. Теперь позвольте мне сказать это прямо здесь. Этот парень самый большой террорист на свете. Этот парень... Подожди. Это самое смешное, что я слышал за весь день. Ты услышишь это снова. Этот парень самый большой террорист на свете. Он говорит... Можете позвонить в полицию? Можете позвонить в полицию? Полиция. Мне жаль. У нас есть только пять минут. Нет, у тебя не только пять минут. Ты не сбежишь. Ты не сбежишь. Он создает проблемы. Он создает проблемы. Он создает проблемы. Аллах говорит в Коране. Хорошо. Аллах говорит в Коране. Говорите правду. Братья и сестры. Это называется быть шире. Сестра. 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 Я здесь. Ты говоришь со мной. Ты говоришь со мной. Эй, эй, эй. Эй. В направлении кого ты держишь микрофон? Ты его держишь в моем направлении. Так что говори со мной. Твой микрофон здесь. Вернись туда, где твой микрофон. Теперь. Аллах говорит в Коране, «Говорите правду, даже если она против вас самих». Таким образом, мы увидели, что кто-то создает проблемы, и он был мусульманином. Мы сказали ему, что он нарушает порядок, поэтому должен уйти. И мы говорим ему правду, нам всё равно, кто он. Он напал на этого парня без всякой причины, поэтому ему придётся уйти. Надеюсь, он ушёл. Теперь позволь мне говорить. Теперь позволь мне говорить. Он говорит о джихадистах. И этот парень, тот самый парень, который говорит, «Я стреляю в этих людей». В кого он стреляет? В людей, которые бросали камни. Нет, я не говорил. Ты террорист. Ты террорист. Я стрелял в джихадистов. Определение терроризма – это убийство невинных людей для политической выгоды. Ты террорист. Хорошо, подожди. Ты поддерживаешь действие Израиля? Ты поддерживаешь действие Израиля? Абсолютно. Убийство невинных людей и детей, верно? Ты это выдумываешь? Нет, я это не выдумываю. Да. Ты только что сказал мне. Ещё раз. Ты только что сказал мне про этого парня. Ты сказал, «Я стреляю таким людям в сердце и голову». А сейчас ты возвращаешься. Но камера записала твои слова, не так ли? Секунду, секунду, секунду. Подождите, когда я был там, я стрелял в джихадистов. Кто были эти джихадисты? Кто были эти джихадисты? Ты поддерживаешь? Кем были эти джихадисты? Ты поддерживаешь? Кем были эти джихадисты? Кто были эти джихадисты? Ты сказал, что стрелял в джихадистов. Ты сказал, что… Хизбалла и Хамас, джихадисты! Послушай, послушай, позволь мне сказать. Любой, кто убивает невинных людей, является террористом. Для меня ты террорист номер один. Те, кто убили невинных людей на лондонском мосту – террористы. И те, кто убивает и грабит банки – террористы. Ассаламу алейкум, братья и шёстры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский да'ват. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.